Итак, дорогие друзья, сейчас я расскажу о очень интересной вещи, это Gnome Shell Extension, то есть расширение. Грубо говоря, в описании видео я дам ссылку вот на эту страницу. Оно устанавливается, sulda apt install Gnome Shell Extension, именно так. Что оно себя представляет? По сути дела, разработчики собрали лучшие приложения, и оно включает определенный набор. Вы сами посмотрите, я просто расскажу. Допустим, вот приложение, которое при alt-tab открывает открытые, то есть раз, отпустило, и вот камера вот открылась. Далее. Переходим. Application Menu. Я его пока выключил, мне лучше нравится просто обзор. Вот так выбирать, да, сразу. Бывает, когда работаешь. Не бывает, а когда работаешь. Но, тем не менее, вы его можете выбрать. Оно представляет, как Windows классическое меню здесь будет, и все по параметрам будет отображаться. Ну, только на русском языке. Обычное классическое меню. Далее. Out of the way Windows. Расположение удобное. Окон. На конкретные рабочие столы. Тоже пока мне оно просто не придумал. Клип. Индикатор. Последние записи в буфера обмена, чтобы быстро скопировать. Dropdown Terminal. Это, там можно настроить, есть настройки, допустим, нажимаешь F12, я настроил, и выезжает терминал. Вверху. Вверху можно справа, слева. Yesu Screencast. Это запись видео. На экране будет значок. Ну, я пользуюсь другой программой. Launch Now Instance. Это приложение для того, чтобы в Ubuntu запускать приложение в новом процессе каждый раз. То есть, немножко хорошо ускоряет. На Тиве Windows удобно расположить окна. Пока не разбирался, честно скажу. Погода. Ну, вот она, погода. Вверху отображается OpenVeture. Плаг и статус индикатор. Может, я неправильно произношу, извините. Это быстрое переходе для папок. Ну, допустим, перейдем в папку видео. Быстренько раз, и перешли. Remote Drive меню. То есть, грубо говоря, когда вы подключаете это расширение, здесь появляется для дисков, которые... USB, короче. Скриншот. Делать скриншоты. Опять же, захотите, быстро будет приложение, потому что я использую шутер. Section Todo List. Будет здесь отображаться Todo List, где можно записывать быстрые задачи. Ну, в принципе... Или он у меня стоял, но мне нравится. Здесь можно категорию добавить. Здесь, по сути дела, быстрые заметки. Тода, да? Ubuntu Application и Ubuntu Doc, это стандартные расширения Ubuntu, они есть. User Temi. То есть, когда вы включите, у вас вот здесь, в расширениях... сейчас... где это... сейчас, 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 сейчас... окна... а, внешний вид. Вот тут у вас появится тоже, то есть, можно будет редактировать темы. Ну, я сюда тоже не лезу, тема меня устраивает. Дальше. Window List. Это внизу, вот, можно выбирать быстрые вкладки. Window Navigator. Здесь будут отображаться рабочие места 1, 2, ну, вот, рабочие места, ну, Window List, они и так отображаются, поэтому я его пока отключил. А это вот конкретно рабочие места, вот, в классе Индикатор. Грубо говоря, ссылку и туда захотите, потому что расширений куча. Ну, например, еще раз, берем... Extation. Переходим, вводим... Вот, видите, их куча здесь. Ну, все ж не установишь, просто выбирать для себя. Возможно, кто-то начал с этого видео, только хотя я раньше видео рассказывал, как сделать так, чтобы у вас были видны установленные... установленные... Сейчас я говорю про Gnome Extation. До этого я подключал... Где-то здесь есть... Gnome Shell. Просто подключаете. Вот, Gnome Twig Tool, но сейчас оно называется Gnome Shell. В общем, найдете, да? Давайте так ведем. Вот. вот, пожалуйста. Здесь вы обязательно найдете... сейчас, 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 сейчас. Что-то у меня много очень находилось. она это то что я дал наверно но в любом случае когда это установить все равно будет вот такой у вас вот такое окно расширений значит по умолчанию потому что я смотрел в интернете некоторые люди пишут вот я там пользуюсь все еще windows хорошо пользуйтесь пожалуйста никто ж не уговаривает убунта 1804 сарая я если честно сказать не считаю хоть я три года пользуюсь убунту уже да да это был 604 работает у меня стабильно и 1804 но я на ней работаю да работаю я не понимаю что такое сырая ну понимаю сырая когда просто работаешь работаешь там и система взяла и и выключилась сама я работаю в ней и ну да надо настроить было надо ускорить то есть пару дней повозился пока разобрался что что мне к чему надо вот я себе оставил alt plus tab когда много окон открыто то есть я не очень люблю мне вот проще кликнул и надо окно выбрать выбрал быстренько далее здесь вот пожалуйста все приложения здесь выбирай если вот здесь внизу если быстро найти программу либо установить там папку потому что я четко у меня программ немного поэтому я четко понимаю что мне надо что мне надо для работу у меня конкретно есть пожалуйста надо там дубл командор офигеннейшая вещь как тотал ком командор в принципе напоминает медит какие то такие мелочи и дальше три основные программы для программирования пай чаром интелли шиде и android studio но пока другими я мало пользуюсь виртуальная машина когда надо все то есть я четко понимаю что надо одно второе третье убрала рисовать классы диаграммы когда надо систем баг гепарта то есть вот эти программы убунту клианер то есть очистка убунту анализатор дисков гепард от фаолизила то что здесь я вынес просто на рабочий стол ребят теперь кто начал с этого видео значит кто собирается заниматься программированием школа джанга пайтон много людей занимается но кроме этого у нас начался курс углубленного изучения джанга про то есть python python op работаем здесь часть уроков на windows большая но в любом случае я вам говорю что допустим когда я начал уже работать скотлин здесь я вообще говорю только работать с убунту почему заставлять никогда никто не будет ну вот он смысл смотрите когда вы я вот каждый раз это говорю когда вы пользуетесь убунту просто для человека который особенно собирается программировать или программирует система должна слушаться всю командную строку то есть вся система должна слушаться командную строку с убунту можно настроить все что угодно то есть с командной строки можно настроить переделать доделать доработать самому что-то выдумать придумать то есть вся система вот вот есть командная строка и И вся система слушается командную строку. И я каждый раз показываю одно и то же. Вот мы добавляем в Ubuntu, то есть мы делаем себя, вот как мы внутри представляем себе, как мы хотим программировать, да, и вот достраиваем, достраиваем, и в конце концов это превращается в единую систему, которую мы выстроили для себя. И в чем ее особенность? Это, вот я говорю, как это сказать, мульти, пульти, танк, трактор, когда Ubuntu настроена, именно настроена, все, она как танк, и пошла, и все, ей уже ничего не сделается. Она не будет ни вправо, ни влево, вот она настроена, Ubuntu сделана так, Linux, что каждая задача, если она выполняется, выполняется отлично. Да, я понимаю, что я сам, ребята, до этого, вот я несколько лет пользуюсь, но до этого я там пытался Ubuntu, то у меня не получалось командной строкой, надо времени. Ну, как только вы научитесь, а это надо просто поставить задачу, вот за три месяца стать уверенным новичком, да, все, вас не оттянешь. Почему? Потому что нет никаких неудобств. Я показывал совершенно разные мелочи, ну, например, такая самая простая мелочь. Интеллиж. Это среда разработки, значит, по сути дела здесь я работаю с Kotlin, с Java, но здесь нету Python, хотя можно было бы установить плагин, но мне в данном случае, я в школе рекомендую доки, понадобился Markdown, вот документация, то есть, когда я открываю терминал, я сразу пишу, допустим, да, KotlinDocs, ну, это у меня документация Kotlin. Сейчас поймёшь, в чём вещь. Всё, вот оно отработало. Здесь нету Python, значит, Markdown работает на Python, здесь нету, но он у меня есть в системе, и я чётко, когда готовил систему, я просто установил себе Markdown, Redis Server, и программа, которая совершенно не поддерживает Windows, это было бы невозможно. По одной простой причине мне, ну, не знаю, мне пришлось бы там городить виртуальное окружение, в общем, понимаете, вот такие мелочи, это самое важное. Windows никогда так не получится, и я никогда не думал, что скажу, да, правда, я не могу пользоваться Windows. Хотя, я думал раньше, я вам честно скажу, что, наверное, говорят, ну, вот сказать им что-то назло надо. Нет, ребята, здесь в другом суть. Вот смотрите, я ещё раз показываю, да, вот тут мы показывали систему, да, которую, вот как ты не строй эту систему, если вот это брать Ubuntu, то она всё равно потом превращается в полноценную систему. Windows пользовательская система, вы в неё не вмешаетесь, она не будет слушаться командную строку в полном объёме. Да, там по кускам, и вы будете навешивать программы как ярлыки, но никогда не станете хозяином. И когда вы начинаете заниматься программированием, ну, пока вы новичок, вы просто привыкли тыкать, чтобы вам, грубо говоря, большинство новичков как говорит, ой, эта командная строка страшно. Так а зачем вам программирование, если командная строка, это и есть благо в программировании. И когда в Ubuntu, это понимаешь, потому что эти команды все они слушаются. И получается, вы всегда будете зависеть от прихоти Windows. Но вы всегда будете думать, так, сейчас буду обслуживать, бац, вырвало реестр. Всё, начинаются какие-то вещи. В Ubuntu нет никаких реестров, нет никакой... Про дефрагментацию забываешь. Я же сказал, Windows, я ни в чём не обвиняю, конечно же, но нравится Windows, пользуйтесь, пожалуйста. Да, это прекрасная пользовательская система, но не для программиста. Потому что, я же сказал, Ubuntu, вот её настроил, если ты её настроил действительно, то всё, это танк. Вот он пошёл, и ты настроил её, что вот так делай, вот так. И она вот будет каждый раз вот так вот делать. Снег, дождь, ветер, сбежало стата динозавров, она всё равно будет вот так делать. Что хочешь, хоть что, хоть кол на голове чеши, потому что это Ubuntu. Это трактор, которому сказал, вот эта цель, вот досюда. И вот он будет. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И всё. А ты действительно ловишь кайф от программирования. Поэтому, ребят, ни в коем случае не убеждал. А вот здесь, в школе, когда котли, я сказал, ребята, на Windows, пожалуйста, вперёд. Хотите мучений, вперёд на Windows. Кто хочет действительно программировать, стать программистом, получать удовольствие от программирования, то поставьте себе задачу за три месяца стать уверенным новичком. И потом вас за уши не обтянешь. Это просто я вам рассказал, вот как я считаю на данный момент. Ну, в принципе, что хотел рассказать, про расширение я рассказал. Спасибо. Спасибо.